Так, значит, привет. Будем создавать мир, в котором черепаха может иметь любую форму. Черепаха, вообще говоря, может иметь любую картиночную форму, её можно завести здесь в формах, правой кнопочкой, редактировать, и здесь можно нарисовать, изменить её размер, у этой формы будет один минус большой. Эту форму нельзя повернуть. Вернее, мы её повернуть можем, но тогда все черепахи, на которых она надета, синхронно повернутся. Например, если мы нарисовали стрелку, и повернём черепаху, на которой эта стрелка надета, то, например, скажем её так, LV-90, бум, и, например, VP-100. Обратите внимание, ну, перо опустим, назад, 100. Черепаха ходит не в том направлении, в котором торчит стрелка. Стрелка как торчала вверх, так и торчит. Если мы зададим черепахе исходную форму, например, вот так, новая форма 0, мы увидим, куда она смотрит. Черепаха поворачивает нос. Например, если я ей скажу налево 45, она повернёт нос. Теперь направо 90, она дальше повернёт нос. Но форма, которая на неё надета, нос не поворачивает. У нас есть простой выход из этого положения. Нам нужно нарисовать достаточное количество вот таких стрелочек, повёрнутых в разную сторону, и научить черепаху, что когда её нос смотрит в ту или иную сторону, она должна надевать на себя форму той или иной стрелочки. Это решение хорошее, но не универсальное, потому что нам может просто не хватить форм для этой черепахи, а главное, потому что нам их придётся вручную все изготовить. Какие здесь есть выходы? Выход самый естественный. Это вместо растровой фигуры, которой черепаха пользуется для того, чтобы создать нам образ персонажа, можно воспользоваться фигурой векторной. Как можно это сделать? Надо научить черепаху нечто рисовать, и тогда просто повёрнутость её носа в ту или иную сторону будет заставлять её нарисовать этот рисунок ориентированным в направлении этого носа. Самое простое, что здесь приходит в голову, это самолёт, но начать можно прямо с такой же стрелочки. Вот я говорю черепахе домой, поднимаю перо, сотри, она всё стирает. Сейчас я постараюсь с помощью черепахи нарисовать самолёт. Ну, вернее, стрелку, такую же стрелку. Прежде всего она должна будет, что сделать? Перо опустить, пойти вперёд, предположим, на 100 шагов. Сделай. Есть. Теперь. Лево. 150, например. Вперёд. 30. Хорошо. Назад. 30. Право. 150. Вернулось исходное положение. Теперь право. 150. Вперёд опять. 30. Назад. 30. Теперь лево. 150. Действие очень логично, и главная моя задача, чтобы черепаха вернулась в исходное положение. Значит, теперь надо сказать назад. 100. Числа могут быть другими, но логика остаётся. Сколько сделали вперёд, столько сделаем потом назад. Сколько, насколько повернулись сначала налево, настолько же должны потом повернуться направо. Задача вернуться в исходное положение. Вот так теперь, вот всю эту последовательность, которая перед нами нарисовалась, начинается она со слова «перо пусти». и вот она. Вот, 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 вот. Мы её сейчас просто отправим в процедуры. Мы скажем здесь, это стрелочка, в конце, разумеется, конец, а цепочку команд перетащим вот сюда. Вот она. Самое время сохранить проект. Сохрани проект. Назову я её самолёт. А лист, этот лист, первый лист, назову, листы, назови лист. Лист я назову 01 подчёркивание стрелочка. Вот он. Итак, у меня есть команда стрелочка. Что я могу с ней сделать? Прежде всего, я могу нарисовать её в любую сторону теперь. Вот так. Стрелочка. Теперь, смотрите, сотри. Вперёд 10 и стрелочка. Ага. Теперь ещё раз. Сотри. Вперёд ещё 10. Стрелочка. Вот она. Обратите внимание, стрелочка движется. Сейчас мы делаем это всё вручную. А теперь можно создать соответствующую кнопку. Кнопка. Что будет написано в кнопке? В кнопке будет написано, что надо всегда делать следующее. «Вперёд» «Вперёд» «10» «Стрелочка» «Жди» «1» «И сотри». Вот это действие будет выполняться в цикле, и мы его поместим в кнопку. Сейчас я его скопирую. Создам кнопку. Помещу туда эти команды. И туда же помещу в название кнопки, в надпись на кнопке тоже помещу эти команды. Окей. Просто, чтобы было хорошо видно на листе, что же происходит. Вот. Забыл сделать кнопку многоразовой. Вот как работает эта кнопка. Возьму, войду в кнопку. Скажу много раз. Окей. Запущу. Пошла. Мне мешает немного то, что мне всё время видна черепаха. Я хочу, чтобы двигалась только стрелка. Нет ничего проще. Надо дать этой черепахе команду. Это уже записано у меня в... Это у меня уже записано в кнопке. Я на всякий случай переброшу это себе вот сюда в команды. А здесь я скажу черепахе СЧС. Прячь черепашку. Черепахи нет, движется стрела. Я могу попробовать повернуть сейчас эту стрелу на любой угол. Смотрите. Смотрите. Лево 45. Смотрите. Право 20. Пумс. Лево 10. Хоп. Осталось попробовать сделать кнопки управления. Кнопки управления будут самыми простыми, потому что это будет просто повороты. То есть я создам кнопку, в которой будет написано «Лево 15». Пусть она у меня поворачивает всё время на 15 градусов. И в надпись тоже напишу «Лево ЛВ 15». Один раз. Окей. Вот моя кнопка для поворотов. Я начинаю на неё нажимать и получаю эти повороты. Если я хочу поворачивать теперь вправо, то мне нужно сделать такую же кнопку для поворотов направо. Нет, ничего проще. В ней будет написано «Пр 15». «Пр 15». «Окей». На самом деле в этой программе, вот той среде, которую я сейчас построил, есть некоторая ерунда, некоторая программистская чисто кривизна. И она может в какие-то моменты срабатывать вовсе не так, как мы от неё ждём. Но сейчас не будем о грустном, а выключим это всё и сделаем вот что. Сотрём всё, что есть на этом листе и заведём здесь картинку. Просто нарисуем её. Нет ничего проще. Я возьму какой-нибудь цвет для облаков. Нарисую кружочек. Отмена. Хочу немножко по-другому. Самым тонким контуром нарисую кружочек. Вот так вот раз. Чтобы создать облака, буду её копировать. Для этого надо будет удерживать какую-то клавишу. Кажется, «Контрол». Да, удерживая клавишу «Контрол», создам себе такой кусочек облачка. Дальше из этого кусочка облачка, удерживая клавишу «Контрол», создам большое облако. Вот оно. Ещё одно большое облако. Удерживая клавишу «Контрол», я просто получаю копии. Вот у меня некое небо. Некое небо. Вот это будет теперь «Солнышко». Вот это будет «Небесная синева». И я могу вроде бы запустить свою стрелочку. Есть одна проблема. Внутри стрелочки, как ни трудно заметить, вернее, внутри команды «Двигающей стрелочку» есть команда «Сотри». Она всё сотрёт. Против этого есть приёмчик. Я должен ей сказать такую вещь. «Отключи графику». Сейчас команда «Сотри», после введения команды «Отключи графику», «Отключи». Ошибка была. «Отключи фон». Вот так. Есть. Альтернативная команда «Подключи фон». Теперь смотрите. Я говорю «Сотри». Ничего не меня... Ай-яй, Женя. Не ошибаюсь так часто. «Сотри». Вроде ничего не изменилось. Попробую что-нибудь нарисовать на этом фоне. Рисую. Ой, ну потолще. Вот так вот, смотрите. Нарисовал нечто. Раскрашу это каким-нибудь сиреневым болтых. Вот картинка. Ну, цвета могут не совсем совпадать в результате моей съёмки. Это не очень принципиально. А теперь смотрите, даю команду «Сотри». Всё, что нарисовано поверх фона, стирается. Всё, что... Всё, что представляет собой фон, остаётся. Осталось взять стрелочку и начать управлять ею, запустить её. Тонковата она у нас. Плоховато её видно. Здесь есть простая возможность. Я могу ей сказать новый размер пера. Команда «N-R-P». И, предположим, восемь. Восемь пикселов. Смотрите. Оп. И стрелочка у меня стала быть здоров. Она немножко подёргивается. Не очень с этим можно что поделать. Но она... Но она довольно честно себя ведёт. На самом деле, на самом деле, если моя команда поворота случайно вклинится в программу рисования самой стрелки, то у меня может произойти неожиданный поворот совсем не на тот угол, которого я жду. Этого сейчас не происходит, потому что стрелка рисуется быстро, а ожидание, в течение которого мы на неё смотрим, довольно большое. Одна десятая секунды. Поэтому мы на эту ошибку не наскакиваем. Но вероятность на неё наскакить у нас есть. Можно даже её как-нибудь прикинуть и посчитать. Важно понимать, что она есть. Если мы сейчас заменим программу стрелочки, например, программа рисования самолёта, вероятность увеличится. Самолёт будет рисоваться несколько дольше. Остановим эту историю. Надо сказать, что остановка тоже может неожиданно привести к тому, что на экране стрелки нет. Потому что... Или на экране нарисован только её кусочек. Стрелочка же рисуется в течение какого-то времени. Вот. Остановимся здесь. И будем считать, что первая часть нашего пути пройдена. Мы сделали программу для рисования стрелочки. Сейчас я её чуть-чуть структурирую. Лево 150. А, рано. Вперёд 100. Вот. Вперёд 100. Вперёд 100. В конце будет назад 100. Всё, что в промежутке, я бы, пожалуй, чуть-чуть пододвинул. Чтобы было понятно, что каждый раз, когда мы выдвигаемся рисовать какую-нибудь деталь, мы потом, мы потом выдвигаемся обратно. Вот. Обратите внимание. А вот было вперёд 100. Вот теперь влево 150. Лево 150. Дальше вперёд 30. Назад 30. Право 150. Право 150. Опять вперёд 30. Назад 30. И опять лево 150. Вот так вот. Раз. Может быть, я не очень аккуратно это всё подвигал. Но примерно вот так. Просто, чтобы было немножко структурно. С другой стороны, можно, конечно, каждый кусочек оформить вот так, например. Вперёд 30 и назад 30 – это просто такой выбег. Опа. Вот так. И здесь та же история. Угу. Сбегали. Теперь становится как-то понятнее. В этом месте разорвём, чтобы было... Вот мы нарисовали... Вот мы нарисовали... Вот мы выдвинулись. Вот мы нарисовали... Один. Лучик стрелки. Поворачивали вправо. То есть мы рисовали вот так. Потом повернули... Влево, влево. Потом повернули влево на 150. Прошли вперёд, прошли назад. Поворачивали вправо на 150. Опять по курсу смотрим. И потом рисуем следующий лучик. Вот у нас есть программа стрелочка. И у нас есть программа управления стрелочкой. Можно её сейчас оформить более... Более наглядно. Сказать... Это... Полёт. И в конце сказать... Конец. Теперь осталось вот этот полёт включить в нашу кнопку. Правой кнопкой редактировать. И здесь вместо всей этой последовательности напишем. Полёт. Полёт. Окей. Стало чуток нагляднее. Ну вот, собственно, всё. Теперь, пожалуй, можно остановиться. Кажется, всё работает. Но, как я уже говорил, как я уже говорил, у нас есть некоторый дефект. Кроме того, повороты. Повороты постоянными щелчками на некоторую кнопку это не совсем то, что хотелось бы. Хотелось бы такой вполне выразительный руль. Это наши перспективы. И мы к ним вернёмся в следующем маленьком этюде.